Всем добрый день, с вами Агний Игнатьев и сегодня у нас будет разбор модели для Stable Diffusion. Что такое модели вообще? Модели это, так сказать, тот блок, который вы загружаете в программу Stable Diffusion, с помощью которого вы выдаёте уже результат. То есть Stable Diffusion не просто генерирует картинку самая в себе, а она генерирует картинку с помощью модели. И бывают разные модели под разную стилизацию. Вот, например, есть стилизация под Pixel Art, и вы можете получать всякие объекты в стиле Pixel Art. Всё очень-очень просто. Также можно создавать свои модели, обучать на каких-то определённых примерах, на определённых игр. Вот, например, есть игра Borderland. Не с первого раза я смог выговорить это название, не знаю почему. Кроме самих моделей есть ещё такие вещи, как Hyper Network и Lora. Ну, о них мы совсем чуть-чуть поговорим, самую малость. Так, для начала, где брать эти модели? Есть, например, вот такой сайт, я его обязательно ссылку в описании оставлю. Здесь, правда, немного моделей, но зато все модели достаточно интересные. Вот тут генерировать векторные иконки можно. Кстати, у Stable Diffusion есть расширение для создания как раз вектора. Об этом тоже я отдельное видео запишу. Если вам это безумно интересно, то обязательно напишите в комментариях. Это будет меня подстрекать записать это видео как можно раньше. На этом сайте, хоть и моделей, как я сказал, немного, но зато все они достаточно интересные. Но есть ещё один сайт. Это Civit.ai. Их здесь тысячи. Именно как непосредственно самих моделей, так и лоры различные. Я заранее здесь отключил глазик, чтобы сюда не попадал контент 18+. Давайте с вами посмотрим вообще, что здесь возможно. Здесь есть разные настройки по разным тематикам. Также можно непосредственно настройку здесь сделать и выбрать как чекпоинт. Это будет конкретно модель. Textual Inversion. Это тоже специальная мини такая моделька. О ней тоже совсем немножко поговорю. Потом Hyper Network. Lora и Lycoris. Тут можно, в принципе, этот фильтр настроить, выбрать всё, что вам необходимо. Если вам нужны именно конкретно модели для Stable Diffusion, то чекайте сюда и получайте. Что я вам лично сам могу порекомендовать в самом начале? Для самого начала я бы вам рекомендовал обратить внимание на вот эту модель. Deliberate. Надеюсь, я правильно произнёс это название. Надеюсь, Хачатур меня простит, если я его произнёс как-то коряво. Именно почему я рекомендую для начала эту модель? Во-первых, мне показалось, что она самая стабильная. Здесь именно можно получать максимально стабильный результат. Очень легко экспериментировать. Очень хорошо здесь настроены веса. Ну, лично мне так показалось. Не нужно, конечно, на слово верить мне, и вам необходимо всё-таки попробовать и свои модельки загрузить, какие-нибудь другие. Так, здесь выбрана пока что модель. А, нет, лора. Давайте сейчас я перестрою. Пойнты. И посмотрим другие модели. Можете попробовать и вот эту модель, или какую-нибудь ещё. Тут, как говорится, нужно всё-таки пробовать на своей шкуре. Кроме той модели я ещё пользуюсь вот этой моделью. Experience. Мне она тоже кажется достаточно интересной. Тут очень интересный свет получается. Такая немножко компьютерная графика, конечно, создаётся. Не такой реалистичной, как хотелось бы порой. Но тоже интересные примеры. С этой моделью мне даже немножко проще генерировать, чем в этой модели. Но ещё раз напомню, что в этой модели, конечно, она более стабильная. Здесь можно любой абсолютный результат получить. Только нужно просто побольше поднастраивать её. А вот эта модель мне показалась чуть менее стабильной. Но это на мой субъективный взгляд. Потому что она, конечно, сразу даёт красивую картинку. Но вот играться с этой картинкой всё-таки посложнее. Если вам нужно именно быстро какой-нибудь, не знаю, постер зафигачить с какими-нибудь красивыми девушками, то, пожалуйста, на этой модели сделать это проще всего. Это очень быстро делается. А на вот этой модели вы можете сделать это более реалистично, углублённо. Добавить какие-то больше деталей интересных. Так что ещё раз напоминаю, вам необходимо в первую очередь начать экспериментировать. Ну а теперь переместимся в мой Stable Diffusion. И давайте в первую очередь откроем, какие модели у меня здесь уже установлены. Специально для демонстрации разных моделей. Смотрите, вот тут наверху переключаются в первую очередь сами модели. А вот тут, вот эта иконочка, тут переключаются различные лоры и так далее. Я специально для этого урока накатил большое количество разных расширений, разных моделей, с которыми мы тоже поиграемся. Теперь давайте поговорим про Textual Inversion. Надеюсь, правильно произнёс, потому что у меня с первого раза не всегда получается всё правильно выговорить. А потом я этого не замечаю и замечаешь только на монтаже. Это такое маленькое совсем микроскопическое расширение, которое вы можете накладывать на вашу основную модель. Но давайте с вами поэкспериментируем. Например, возьмём какой мы Textual Inversion и выберем чего-нибудь. Например, Spooder. Окей, у меня сейчас стоит Rev Animated. Это вот эта модель, вот это сейчас всё скрою, чтобы ничего не мешалось. Так, Spooder у меня случайно закинулся сюда. Мы закидываем его вверх. Главное, чтобы не было в Negative Prompt. Negative Prompt, ещё раз напоминаю, это то, чего вы не хотите видеть на своём изображении. Погнал Spooder. Вот у меня Spooderman, вот такой получается. Как вы понимаете, это просто Spider-Man. Вот такой вариант, вот такой вариант и вот такой вариант. Окей. Как я вам говорил, это Textual Inversion. Это маленькое такое расширение, которое имеет совсем маленький вес. Оно добавляется очень легко. И я его сейчас использую на данный момент для того, чтобы расширить библиотеку визуальных образов для своих каких-то основных моделей, с которыми я работаю. Но, конечно, логично предположить, что хоть и есть вот это расширение, то каждая модель этот запрос будет немножко по-другому обрабатывать. Например, давайте другую модель выберем. Давайте выбираю Delibrate. И теперь эту модель запускаю и смотрим, что она будет выдавать. Она выдает уже вот такого Spooder. Окей, вроде бы тоже Spooder. Давайте переключим на другую модель. Кстати, модель можно ещё и здесь переключать. Checkpoints. Вот у меня рассортированы модели по разным тематикам. Например, Cartons. Выберем Simpsons. И вот тут, видите, вверху она переключается. Давайте я сейчас скрою, чтобы не мешалось. Сейчас вот переключение произошло. Теперь генерирую в стиле Simpsons. Хоть Simpsons здесь и не пахнет, но он стал более мультяшным. Давайте теперь удалим и попробуем что-нибудь другое. Ещё раз давайте вернёмся в Text on Inversion. Кстати, бывает иногда закрывается. Можем опять нажать на All. И давайте персон какой-нибудь сделаем персону. Так, я не знаю, зачем мне столько этих персонажей. В первую очередь как раз для теста это было интересно. Давайте закину вот эту девушку закину. Так, окей. И теперь попробуем её сгенерировать в стиле Simpsons. И вот такая штукенция получается. Ну, видите, глаза разъехались в разные стороны. И какой-то сполнейший балаган. Хорошо. Белые зрачки очень-очень пугают. Если же, конечно же, я возьму другую модель. Опять Checkpoints. Так, выберу какой-нибудь, не знаю, так, Photoreal. Так, или Universal. Например, выберу Delibrate. И давайте с ней сгенерируем. Сейчас она прогрузится. Потом получим уже, опять же, другой результат. Как вы понимаете, эти вещи можно между собой очень классно комбинировать. Получать интересный результат. Так, изображение получается, конечно, пережённым. Но, тем не менее, интересно. А если мы попробуем Experience 70. Сейчас тоже прогрузится всё. И, возможно, здесь уже будет не такое пережённое. Или, наоборот, более пережённое. Ну, конечно же, можно намного проще просто здесь настройки подкрутить. Но мы сейчас не про настройки, а про модели. Окей. С этим, в принципе, всё понятно. Поговорили. То есть, есть Textual Inversion, который позволяет вам добавлять какие-то дополнительные ещё материалы в работу. И вы можете сюда добавлять. Они в виде промптов добавляются. Который будет работать как триггер. Для того, чтобы что-то сделать. Например, тут тоже можно и стилизацию создать с помощью этого. И так далее. Есть ещё Hyper Network. Это специальные мини-модели, которые обочины немножко по другой технологии. Они весят намного больше, чем Textual Inversion. Работают значительно лучше, чем Textual Inversion. Потому что Textual Inversion, по моему сугубо личному опыту, создаётся ощущение, что она как будто бы просто сжала большое количество разных изображений. И сначала это изображение выдаёт. А потом уже нейронка на основе этого изображения что-то пытается дорисовывать. Поэтому, в принципе, не удивительно, что она весит несколько килобайт. А вот это уже прям полноценная дополнительная модель, которую вы можете соединять вместе со своей основной моделью и получать какой-то результат. Но она работает не всегда супер круто, в отличие от LoRa. LoRa всё-таки будет работать получше. И, в принципе, и у Hyper Network, и у LoRa плюс-минус одна и та же задача. Это тоже такие специальные дополненные модели, которые сделаны с помощью другого алгоритма. Они весят значительно меньше, чем основные модели. И с помощью них можно получать интересный результат. Особенно в комбинации с вашей основной моделью. Кроме, конечно, LoRa, есть ещё и другие разные разновидности. Вот тут можем как раз увидеть. Это вот эта модель, не уверен, как правильно произносится, это Likaris. Это тоже, как и LoRa, примерно похожая модель, только немножко другой алгоритм. Есть мнение, что она похожа, чем LoRa. LoRa всё-таки одна из самых лучших. Можно сравнивать между Hyper Network и LoRa. LoRa, конечно, будет лучше, чем Hyper Network. Но в некоторых ситуациях, в некоторых обучениях, короче, Hyper Network всё-таки будет лучше справляться с LoRa. И, как я говорил до этого, вам нужно просто это тестировать, проверять, смотреть. Потому что некоторые люди, которые сюда загружают свои модельки, они обучают их не совсем корректно, иногда не совсем хорошо. И получаем, собственно, разный результат. Давайте с вами разберёмся, куда что можно устанавливать. Сейчас непосредственно не буду путь показывать, но я покажу вам лёгкий лайфхак. Как можете понять, куда устанавливать. Короче, смотрите, можем заходить вот в такой-то отдел и видеть, куда мне нужно подложить специальные модели к вот этому разделу. Видите, здесь написан путь. Я специально Hyper Network очистил для того, чтобы был виден этот путь. Вот видите, вот просто по этой ссылке переходите. У вас своя ссылка. И туда загружаете всё для вас необходимое. Чаще всего эти модельки загружаются без иконок, потом просто что-то генерируете и Replace Preview делаете, и всё окей, у вас всё замечательно работает. Как их группировать? Для этого просто по вот этой ссылке, по вашей основной, дальше делаете под папки, которые вы раскладываете по разным тематикам. Это у меня тут характер and cosplay, это разные персонажи, потом хоррор, материалы and watching, это всякие материалы одежды. С этим я иногда экспериментирую также персоны, это я создавал для эксперимента со стабилизацией лица, потом дальше роботы, роботы это мне всегда нравилось, ну и стайл, это тоже логично. Вот, также у меня и с лорой точно такая же абсолютная история, только тут ещё побольше всяких. Это трэш, это первоначальные экспериментальные мои папочки, где я просто закидывал всякий мусор и смотрел, как это работает. Потом дальше иконки, с помощью как раз этой лоры можно генерировать разные иконки и тому подобное. Давайте сейчас с вами попробуем различные комбинации, мы возьмём с вами какой-то загенерированный промпт и посмотрим, как один и тот же промпт будет работать на разных моделях. И будем добавлять разные лоры для получения разного результата. Так, для первого эксперимента я выберу вот это изображение, копируем всем промпты. Хотя можем мы просто изображение сохранить и перенести png-image. Теперь переносим png-info, вот сюда перетаскиваю изображение и отправляем send to text-image. Окей. Так, что я для начала сотру? Я сотру вот эту лору, потому что она у меня, возможно, по-другому прописана и имеет смысл её стереть. И вот тут сразу отображается моделька, на которой генерировалось. Если у меня этой модельки нету, то у меня будет всё это генерироваться бесконечно и получать каждый раз разный результат с разными модельками. Чтобы у меня это бесконечно на разных модельках не генерировалось, давайте отключим и чтобы у меня сохранилась именно выбранная модель. Так, теперь давайте сгенерируем без лоры и посмотрим, что у нас выйдет. Так, у меня генерируется портретный режим, мне это не нравится, давайте сделаем full body. Так, давайте посмотрим, что тут вообще прописано. Space Marine, Armour, да-ла-ла-ла-ла, RAW Photo, Close Out, Portrait Photo. Это так, это мы сотрем. Так, мы напишем full body, это в полный рост. Full body, background, city ruins, так-так-так. Странно, конечно, написано, но окей, сойдёт. Так, вот такая у меня генерация получается. Я тут немножко поменял сид, потому что у меня до этого всё время генерировалась обнажёнка. Так, чтобы исправить это, как раз поменял сид. Окей, давайте это теперь сид сохраним. Не знаю зачем, просто так для эксперимента. Так, смотрите, теперь давайте попробуем добавить сюда необходимую лору. Это Cosplaying Characters и где-то у меня находилась специальная лора по персонажам Вархаммера. О, вот она она. У меня их уже три лоры коллекционирования, мне кажется, это специфичная вещь. Так, теперь смотрим, что у нас получается, когда мы добавляем эту лору. Вот, видите, девушка сразу обрела броню. Лицо, конечно, очень искажённое. Для этого можем включить вот эту галочку, чтобы оно не было таким искажённым. Теперь ещё раз генерируем. А, всё равно это не особо сильно спасает. Давайте ещё увеличим размеры изображения. Ещё раз генерируем. Это, по крайней мере, теперь не будет так сильно бросаться в глаза. Здесь слишком много всего намешано. Давайте тут немножко сотрём. И ещё раз генерируем. Ладно, остановимся на этом изображении. И давайте ещё раз сделаем то же самое, только без лоры для контрольной проверки. Так, и вот девушка без лоры. Так, теперь сравним два результата. И вот у нас два результата. Одна с лорой и одна без лоры. Вот без лоры, видите, то, что в принципе какие-то элементы доспехов из Вархаммера, они есть. Видимо, в самой модельке что-то есть. Примерное описание, связанное с Вархаммером. По сути, эта модель и сама неплохо справляется. Но вот теперь с лорой всё это стало намного детальнее. Конечно, это можно было всё намного лучше поднастроить, потому что я сейчас всё это очень бегло настраивал. И можно намного более реалистичный результат получать. Но мы сейчас не за реалистичным результатом пришли, а просто за экспериментами. Ну а теперь давайте попробуем прогнать всё это через другие модельки. И посмотреть, какой будет результат у других моделек. И также прогоним как с лоры и без лоры. Так, Delibrate используем. Теперь сейчас посмотрим, как она загрузится. Загрузилась. И вот идёт Delibrate. Тоже персонаж в доспехах, очень экипированный. Тоже понимаем, что такое Вархаммер. Вот наплечники похожие из Вархаммера. Но девушка не похожа из сестёр битв. Это совсем другой персонаж какой-то получился. И, кстати, достаточно интересный. Мне очень нравится. Давайте теперь опять так же добавим лору. У меня лора отдельно скопирована. Я её сюда вставлю. Мне даже не обязательно туда залезать. Так, теперь попробуем уже с лорой. И вот такой персонаж у нас получается уже с лорой. Достаточно интересно. Давайте теперь сравним две модельки. Вот два примера из двух разных моделек. Это как раз с лорой вместе. И вот это Experience, а это Delibrate. Две генерации вместе с лорой. А вот две генерации без лоры. Ну а теперь давайте поэкспериментировать как раз уже с какой-нибудь другой моделью. Не будем на этот раз включать и выключать лору. А попробуем сгенерировать это на какой-то мультяшной модели. Вот выберем опять модель про Симпсонов. И делаем генерацию. И у нас вылезает уже мультяшный персонаж. Правда, этот персонаж стал мужчиной. Ну, тоже неплохо. Ну а теперь сделаем генерацию в аниме стиле. Это генерация без лоры. И теперь попробуем с лорой. Для этого я загрузил специальную анимешную модель, чтобы получить анимешную стилизацию. И вот такой аниме-вариант у нас получился. Ну и давайте поэкспериментировать. Так, чисто для финалки опять возьмем какую-нибудь, не знаю, плюс-минус стандартную модель. И на нее будем уже накидывать разные лоры. И использовать все тот же самый Сид и тот же самый Промпт. И будем смотреть, какой результат будет выходить при разных лорах. Так, допустим, у нас есть еще Вархаммерская лора. Это Олд Фиш Хаммер. Давайте посмотрим, что сейчас получится. Ну, больше похоже на робота, нежели на костюм Вархаммер. Но тоже неплохо. Такс. И давайте попробуем еще какой-нибудь эксперимент. Так, и с Вархаммером вот этим попробуем. У меня тут три лоры, связанные с Вархаммером. Так, посмотрим, что тут теперь получится. Ну и тут у нас уже опять начинает выходить мужской персонаж. И все стало пережатым. Ну, это тоже надо настраивать, потому что некоторые лоры при некоторых запросах, при некоторых моделях, они начинают выдавать артефакты. Давайте так опять снимем. И, не знаю, допустим, попробуем что-то из Фоллаута. Не из Вархаммера. И интересно, что же выйдет. Ну, опять же, стало все очень пережженным. Окей, и давайте последний эксперимент с вот этой лорой. Посмотрим, что у нас теперь выйдет. Вот такой персонаж у нас получился. Кстати, достаточно классно выглядит. Так, ну а на этом все. Мы с вами немножко разобрали, где взять модели, что такое лоры, что такое Hyper Network. И как это можно между собой комбинировать и получать разные результаты. Ну, а я вас оставлю дальше с вашими уже экспериментами. Можете попробовать разного покачать. Использовать разные промпты. Использовать разные лоры. Менять персонажей. Ставлять каких-нибудь знаменитостей. И смотреть, как это работает или не работает. Искать различные комбинации. И дальше экспериментировать. Это на самом деле очень увлекательно. И занимает немало времени. Вы можете обнаружить себя спустя несколько часов, как вы все еще продолжаете. Либо качать лоры, либо заменять лоры, либо вставлять лоры. Либо добавлять другие модели. И смотреть различные комбинации. Этих комбинаций будет просто тысяча разных видов. На этом все. Если есть какие-то пожелания, если вы хотите что-то другое увидеть. Или хотите что-то новое увидеть. Или у вас есть какая-то определенная тематика, которую вы хотите разобрать. Не стесняйтесь, пишите в комментариях. Ну а на этом все. Всем всего хорошего.